Площадь у Зимнего театра на несколько часов перекрыли для движения обычного транспорта. На дороге выстроились в ряд патрульные машины и мотоциклы ДПС, действующая бронетехника и пожарная техника прошлых времен. Ведь ранее эта служба входила в состав МВД. Началась история сочинской полиции еще в дореволюционное время. Спустя столетия стражи порядка также честно несут свою службу, обеспечивая безопасность горожан. Наши правоохранители добились больших успехов. Наш город поистине считается безопасным городом. Это труд многих и многих сотрудников правоохранительных органов. И в первую очередь это, конечно, полиции. И наш город достаточно сложный, потому как у нас проводится огромное количество событийных мероприятий. И наши органы правопорядка с этим справляются достойно. Мэрия оказывает сотрудникам УВД всяческую поддержку, в том числе и по улучшению быта стражи порядка. Ежегодно им предоставляют квартиры. В этом году ключи от жилья получили пять человек. Такой подарок крайне необходим, ведь сотрудники органов УВД всегда на посту и даже в свой профессиональный праздник. В парадной форме и со строгой выправкой полицейские сегодня принимали поздравления от руководства и мэра города. Почетные грамоты за многолетний труд и безупречную работу получили более 500 сотрудников каждого из подразделений. Лучшие были отмечены знаками почета и медалями. В торжественной обстановке поздравили, конечно же, наших дорогих ветеранов, которые и сегодня принимают активное участие не только в патриотическом воспитании молодежи, но и также помогают раскрывать преступления, задерживать преступников, расследовать самые сложные уголовные дела. Также сегодня был отмечен участковый Владимир Новиков. Это наш герой, который в этом году, в начале года, в свой выходной день, проявив героизм, спас целую семью из пожара. Самой зрелищной частью сегодня стал парад. В нем приняли участие военные внутренних войск и полицейские. Колонны по площади проехала патрульная и спецтехника. А бойцы ОМОН провели традиционные показательные выступления. Свои навыки сегодня показали и четырехлапые сотрудники. Импровизированного преступника задерживала четырехлетняя собака по кличке Рокси. Служит она два года и хорошо себя зарекомендовала, как верный и умный напарник. Мы были на Олимпиаде, на Формуле, СИФА. Все эти мероприятия мы обслуживали. Ну а по профессии, это не я выбрал профессию, а профессия выбрала меня. Как бы изначально я был собачкам более импонирован, мне они более нравились. И они просят работу с людьми. Их лучше понимаешь. Функции всех сотрудников органов внутренних дел важны, ведь без их работы сложно было бы представить спокойную обстановку в городе и в стране в целом. Что касается Сочи, то в этом году было раскрыто более трех тысяч преступлений, из них свыше 900 тяжких, 20 убийств, и все они раскрыты. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.